Вместо уроков старшеклассники-кадеды средней школы номер 35 перешли на своеобразное ток-шоу. В роли экспертов сотрудники белорусской государственной телерадиокомпании. Школьников волновали насущные молодежные вопросы. К примеру, организация детского Евровидения, финал которого состоялся месяц назад в столице страны. На вопросы отвечал по видеосвязи ведущий конкурса Евгений Перлин. Мне очень понравилась сегодняшняя встреча. Мы ее ждали с нетерпением. Уже, наверное, на протяжении двух недель или больше мы к ней готовились. Мы готовили вопросы, думали, что мы будем спрашивать. Она мне очень понравилась тем, что каждый смог сделать для себя какие-то выводы. Нам выпала большая честь, что именно такое открытое мероприятие проходит на базе нашей школы. Ну, приятно, потому что в школе учатся более 200 кадет. Кадеты — это первые, это самые активные, это небезразличные к делу люди. И, конечно же, они должны быть просвещены и знать всю историю своего города и республики. Не менее оживленная дискуссия получилась с заместителем начальника отдела идеологической работы культуры по делам молодежи Брестского горосполкома Денисом Селивоником. И, понятно, ведь в данном случае разговоры о жизни и строительном будущем родного Бреста. Такая публика для выступающего вполне привычна. Но ценность этой встречи в том, что разговор не стал монологом. Информационное общество поставлено так, что наши ребята, они видят информацию, но не знают, что, как отделить, как говорится, зерна от плевел, что есть настоящее, что есть фейк. Поэтому вот школа активного гражданина в процессе встреч молодежи разъясняются, доносятся, их информируют о том, что у нас в стране за прошедший месяц, может быть, за неделю произошло. На такие встречи будут приглашаться известные люди, руководители, чиновники, депутаты, журналисты, деятели культуры, чтобы путем дискуссии сформировать у школьников свою гражданскую позицию. Ведь если в обычной школе учат разбираться в гуманитарных или точных науках, то в школе активного гражданина учащийся приобретает другие общественные знания.